Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня я хочу поговорить на тему, которая точно вас тронет. Потому что я хочу поговорить и рассказать вам о том, что делать, когда вот прям совсем тяжело. Это естественная ситуация в моей жизни, когда совсем тяжело. И я, как мне кажется, может быть научилась, может быть учусь преодолевать это состояние. И хочу сегодня рассказать вам о том, что обычно делаю я, для того, чтобы попустило и стало легче. Вообще давайте вспомним физиологические истории, когда тяжело. Тяжело тогда, когда ты какие-то делаешь сверхусилия, тяжело, когда ты идешь вверх. Когда идешь вниз, особо не тяжело. То есть тяжело прилагать, когда ты прилагаешь какие-то усилия. Тратишь больше энергии и тебе нужно делать каких-то больше вот таких вот телодвижений. Собственно, этим и объясняется момент того, что когда нам в жизни что-то сложно, мы понимаем, что мы очень много чего-то делаем, мы стараемся, мы пытаемся. Значит, мы предпринимаем какие-то сверхусилия и обычно чувствуем тяжесть именно в тех случаях зачастую, когда по нашему субъективному мнению мы не получаем выхлоп. Мы не получаем то, чего мы ожидали. Но мы получаем что-то другое. Тут, конечно, всегда есть такая развязочка. Получаем, вот когда нам что-то дается. Может быть, мы получаем именно то, что нужно в этот момент. Нам на самом деле больше. Потому что, объясню, к чему я веду. Иногда вот кажется, что когда ты что-то там сделал, ну, не знаю, тебе недостаточно заплатили или ты столкнулся с рядом каких-то сложностей новых, и ты думаешь, вообще, за что мне все это. Но когда проходит время, а ты смотришь на это как на часть пути, ты понимаешь, что именно благодаря этой ситуации ты чему-то научился. Ты приобрел самооценное. Не деньги, а определенный навык. Выработал в себе что-то. Благодаря чему в дальнейшем ты можешь уже двигаться. Я неоднократно рассказывала о том, что я провела много лет в шоу-бизнесе. И несколько лет у меня был продюсер, ну, такой, знаете, как сейчас, мне кажется, тиран, который над нами, ну, буквально издевался. Не в физическом смысле, а морально. И мне было тогда, с 18 лет произошло наше знакомство. То есть где-то 18-19-20. И я все время, когда выросла, постоянно думала, почему я позволяла ему так сильно себя унижать, говорить мне такие неприятные вещи, все время брать меня на слабо, вот, все время вгонять меня в такое, ну, состояние очень жесткое. Но когда я столкнулась с реальной взрослой жизнью, когда я начала заниматься бизнесом, работать с клиентами, я поняла, что если бы у меня не было вот этой вот бэкграунда этого, да, который я получила, этого опыта, то я бы не смогла так быстро преодолевать те препятствия, которые у меня есть, и так легко, потому что я уже была к ним готова, да, натренирована, что называется. Поэтому тут такая история есть. Значит, когда вообще сложно, нужно всегда начинать размышлять, философствовать. Это важно. Потому что, знаете, нам кажется всегда, когда мы находимся в эпицентре событий, особенно, знаете, в центре, и мы не видим ничего со стороны, нам кажется, все, караул, катастрофа, умираю, вообще все, жизнь закончена. Но я всегда сравниваю такие вещи, когда, знаете, вы вечером сидите, у вас все плохо, у меня была такая ситуация в жизни, у вас грустное настроение, вы думаете, все, жизнь дерьмо, говно, вы держите чашку горячего чая и переливаете ее на грудь, кипяток, и у вас валдырь огромный. И вот у вас уже совершенно другие проблемы. То есть ваша проблема, что теперь делать, как сделать, чтобы не остался шрам, куда бежать, что сделать, чтобы не было этого ожога. И ты понимаешь, насколько ты был счастлив до одного ровного мгновения, пока твоя кисть не подкосилась. Когда я все-таки впадаю в более жесткие формы, да, там на это связано, не хватает, там на развитие, там нужно больше денег на рекламу, нужно то, 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 а еще куча всего себе нужно, еще детям нужно, еще это нужно. И, короче, куча всего нужно, а хотелось бы еще и вот это, а было бы классно, если бы в этот проект еще что-то влить. Вот у нас в семье, например, такие разговоры в нашей бизнес-семье. Я все время возвращаюсь в точку, в которой нахожусь, и говорю себе, вот как классно, что мне нужно искать деньги сегодня на бизнес, на развитие, например, а не на то, чтобы спасать своего ребенка, не дай бог, или не на то, чтобы спасать себя от какого-то страшного заболевания. И вы знаете, прям так хорошо становится в этот момент. Я не представляю, какой опыт и за что, и через что, и через какие жизни получают те люди, которые рождены или приобрели в жизни какую-то инвалидность. Люди, которые живут с ДЦП, люди, которые живут без ног, люди, которые сели в коляску. Меня недавно вообще потрясла история, в Инстаграм я увидела девушку, если я не ошибаюсь, лыжница, которая во время Олимпийских игр, российская девочка, сломала себе спину, и вот она инвалид по сей день. Представляете, насколько резкое изменение в жизни человека. Но я понимаю, что такие вещи нам посылаются тогда, когда наш мозг где-то в чем-то сильно не удовлетворен, когда мы вообще не можем оценить то, что у нас есть, когда мы не можем посмотреть на нашу жизнь не с позиции все сложно, капец, я умираю, а с позиции встать со стороны и разобраться, что происходит, а так ли это страшно, а что бы я хотел делать по-другому. Ведь, как я вам уже говорила, по факту мы можем в любой момент своей жизни все взять и поменять, ну, в конце концов. как бы что ни было, мы можем расстаться с партнером, мы можем переехать в другую страну, мы можем продать квартиру, мы можем переехать в другую, мы можем отдать детей, ну, не дай бог, но мы можем. Вы понимаете, что мы в принципе там можем и мы сами это выбираем. И вот в момент, когда вам становится очень плохо и вы чувствуете себя таким клубком, на котором ниточка плотно очень намотана, вы возьмите так, встаньте в сторону и попытайтесь бросить этот клубок, да, и сломать новую машину, чтобы он размотался и посмотрите сами на ситуацию со стороны, задайте себе вопросы, те ли в вашей жизни проблемы, которые невозможно решить. Я очень хорошо помню, скорее всего, может быть, эта девушка меня еще смотрит, у меня однажды был марафон, по-моему, 30 дней в ритме Ермиловой, не помню точно, и там было задание пойти на свидание, и девушка очень красивая, симпатичная, она мне прислала, там, что-то у нас было о сексуальности, еще о чем-то, прорабатывали себя, и она прислала мне фотографию свою, она очень симпатичная была, и оказалось, что у нее один, у нее двое детей, и один из детей инвалид, причем уже, ну, не помню, какой возраст, лет 10, может быть, где-то так был, то есть, ребенок, который лежит, и ее, я так поняла, из-за этого оставил муж, а она такая красивая, и она собиралась, сделала какое-то вот упражнение, она, по-моему, была в нижнем белье, если я не ошибаюсь, вот она прислала мне фотографии, вот что-то из серии «Полюби себя», и она была такая, ну, абсолютно счастливая, она хотела, искала, была в поисках отношений, и я посмотрела и подумала, офигеть, мне вообще так стоит стыдно как-то, знаете, вообще за все свои проблемы жизненные, за то, что я ими называю, и ведь этого очень много, и я восхищена, восхищена людьми, которые находят в себе силы и все остальное для того, чтобы с этим жить, потому что с этим нужно жить, и поэтому, если в вашей жизни нету таких проблем, то мне кажется, в ней вообще нету проблем, вообще нету повода грустить, если в вашей жизни есть такие проблемы, то вы наверняка нашли и можете делиться с другими людьми и через это тоже получать кайф, как, что даже с такими проблемами можно жить счастливо, можно рожать детей, можно находить, если у тебя, не дай бог, больной ребенок, можно находить мужчину все равно, который будет любить у тебя и твоего ребенка, то есть все разрешаемо, и вот когда вы начинаете на это смотреть по-другому, вы расслабляетесь немножко, всегда очень важно вот этот, знаете, комок, который стоит внутри, который иногда тяжело заглотнуть, заглотнуть его, вот расслабиться немножко и понять, что, ну, в принципе, жизнь продолжается и все очень изменчиво. Мой супруг Сергей часто говорит мне такую штуку, что для того, чтобы изменить ситуацию, нужно изменить парадигму, в которой ты живешь, он мне очень часто говорит, и говорит, что если ты делаешь все время системно, ну, что-то происходит, тебе чего-то не хватает, что-то не так, но ты продолжаешь делать одни и те же действия, то ты не в состоянии ничего поменять, поэтому для того, чтобы твоя парадигма изменилась, ты должен изменить еще какие-то действия, перестать делать так, как ты делал раньше, надеясь на то, что результат будет другим. Мне всегда, я всегда вступаю с ним в споры, но я понимаю, что он прав, и единственный момент, который мне не нравится, и который я считаю, нельзя делать, это менять что-то радикально, ну, то есть, знаете, вообще принципиально, вообще разорвать напрочь все. Я думаю, что менять все-таки нужно осторожно, то есть, что-то менять, но не все сразу, не обрезать все тросы сразу, потому что наверняка какие-то тросы все-таки были хорошие, и тут нужно, ну, примиряться, там, один рубанули, но все равно не менять кардинально, но я имею в виду, там, не менять страну, место жительства, партнера сразу, с которым ты живешь, там, цвет волос, профессию, то есть, ну, это очень стрессовые какие-то вещи, и я не думаю, ну, я считаю, что это скорее проявление нашей болезненности, когда, вы знаете, прям вот, я недавно смотрела эфир, случайно, я с тремя оправдываюсь за это, но на самом деле случайно, где Любовь Успенская, у нее проблемы сумасшедшие, там, с ее дочерью, я не в курсе всех этих историй, но вот я включила первый канал и увидела шоу с Ксенией Собчак, и там был кадр, где Любовь Успенская, ее дочь пострадала в какой-то аварии, там, упала с велосипеда и сломала себе челюсть, по-моему, это уже много лет длится, у нее там нету половины зубов, у нее что-то проблемы с челюстью, там, загноение, короче, страшная история, я так понимаю, что у девочки еще и на этой почве, а может и не только на этой, в общем, начала ехать крыша, не буду вдаваться в подробности, кадр, который меня поразил, и учитывая, что у нее еще нету половины рта зубов, ох, как это ужасно выглядит, я, для меня волосы, это вообще очень важная часть образа, я детей-то своих не стригу, для меня это, конечно, было очень тяжело, я, когда на это посмотрела, это прям, знаете, такой был для меня момент, но мне кажется, какой-то слишком ту мач, но дочка попросила сделать это ее для того, чтобы очиститься, чтобы вместе с волосами снять энергию, я знаю, что многие люди так делают, это не мой способ, но для кого-то это работает, поэтому я вас прошу, вот все-таки к радикальным каким-то штукам, но не торопиться, но посмотрите на свою жизнь, и найдите в ней, вот классное, кстати, упражнение есть у меня на марафоне пробуждения, я его давала, пропишите, а что классного есть в вашей жизни, мы очень часто циклимся на том, что нам не нравится, но мы забываем, за что нашу жизнь можно поблагодарить, что в ней есть сегодня такого, в ней определенное это есть, за что мы благодарны, что есть ценного, это то, в общем-то, тот фундамент, на котором строится все остальное, найдите эти ценности, выдохните, и пусть вам будет хорошо, ребят, не забудьте мне, пожалуйста, поставить лайк, чтобы я знала, что вы смотрите это видео, любым вашим комментариям, я рада, я вас больше не заставляю ничего писать, я благодарна, что вы делаете это от души, всем хорошего дня, выдохните, все классно, сейчас весна, сейчас придет солнышко, мы живы, у нас есть руки-ноги, голова, мы можем говорить, видеть, это офигенно,